В Брест унифицированный хоккей, он же флорбол, в прямом смысле слова привезли украинские спортсмены из команды Нью Лайф. Они же провели и первый обучающий семинар для будущих тренеров. Мы привезли инвентарь. В Бресте уже все есть для того, чтобы начинать играть. Нужны только люди, тренера, которые хотят это делать. В общем, дети уже есть. Практически все есть для того, чтобы начинать и развивать этот спорт, достигать какие-то успехи, уезжать за границу, развиваться. Поэтому здесь практически все есть. Мы только рассказали, поделились какими-то новыми для нас, опытом поделились. Благодаря нашей стране-соседке и ребятам, которые приехали из команды Нью Лайф из Украины. То есть у нас он не развит, но развит очень хорошо везде вокруг. И мы решили использовать это для того, чтобы привлечь молодежь, привлечь подростков, привлечь детей, их родителей, также к здоровому образу жизни. И делаем упор не только на физическую подготовку, но и на духовную. У нашей южной соседки этот вид спорта в почете. Проводятся национальные турниры, действует программа развития флорбола. Поэтому украинским тренерам и игрокам есть чем поделиться со своими будущими коллегами из Бреста. Первая открытая тренировка собрала больше двух десятков желающих, причем самого разного возраста. Планируем создать команду подростков, детей, если наберем, и естественно взрослых. И сразу хотим в соревнования ездить в Минск и естественно на Украину. Правила игры просты. Матч идет 20 минут. Кто больше забьет голов, тот и победил. Состав команд 5 на 5. Принцип простоты относится и к экипировке. Все, что нужно, это клюшка, пластиковый мяч и удобная обувь. А еще желание играть, набираться опыта и развиваться. Я занимаюсь хокеем. И когда я узнала, что еще есть флорбол, похожий на хоккей, я очень заинтересовался. И вот пришел сегодня попробовать. И вот первая игра очень понравилась. Динамичная игра увлекает людей всех возрастов. И судя по азарту новоиспеченных спортсменов, у флорбола в Бресте очень скоро найдется много поклонников. Тем более, что с 2011 года Международная Федерация получила официальное членство в Олимпийском комитете и возможность принимать участие во всемирных играх. Крепкой клюшки и ровного пуля флорболисты. Ирина Альшова, Андрей Щерб, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.